И всем привет, ребят! С вами Мастер Маньки, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему любимейшему уже аккаунту без доната. Сегодня у нас уже полноценно восьмая серия. Сегодня первый видос, в котором мы не будем с самого начала открывать контейнеры. Быстро расскажу почему. На предыдущем видосе набрали больше 160 лайков, то есть полноценно на этом видосе я должен был бы уже открыть 16 контейнеров. Видите, что у меня, во-первых, этого количества нет, у меня всего лишь 3 конта. Плюс, ко всему прочему, сегодня у нас только понедельник. Как вы знаете, если мне сейчас, например, дропнет премочка, то эта премочка будет только полноценно до четверга. То есть у нас не будет повышенных фондов на тот период времени, на прошлой неделе. Я открывал так конты в понедельник, и мне эта премочка дропнула. Соответственно, у нас на выходных приемки не было. В этот раз я решил чуточку изменить тактику открытия контейнеров, поэтому с сегодняшним видосом мы их открывать не будем. Сегодня мы выполним задание. Также надеюсь на то, что мы получим новое звание, и приобретем уже непосредственно следующую прокачку страйкера. Также в завтрашнем видеоролике, я думаю, что завтра мы тоже все дело запишем, до выполняем челлендж, тоже появятся у нас новые ништяки, которые мы тоже получим. И тогда уже, я думаю, что полноценно в следующем видосе откроем все те контейнеры, которые у нас будут иметься здесь, в гараже. По поводу лайков и контейнеров, все так же само остается в силе. 10 лайков, 1 контейнер. Если, например, на этом видосе у нас набралось 160 лайков на момент записи видоса, соответственно, мы фиксируем 16 контов, которые я должен буду открыть, и открою их в тот момент, когда у меня это количество контейнеров дополнительно накопится. Также, соответственно, в этом видосе каждое 10 лайков это плюс контейнер, например, там наберется у нас так же 150-170 лайков, то это количество так же прибавится к открытию. Да, может быть, своеобразный какой-то небольшой должок будет копиться, но в конечном итоге, в дальнейшем, я думаю, что мы все эти контейнеры вместе с вами откроем. При том, что я думаю, что в дальнейшем они будут появляться у нас чаще. Ну и, как, например, в прошлый раз, когда я должен был немного контов, и мы их открыли на стриме. Так же само может быть в видосе, либо на стриме эти контейнеры будут открываться по ситуации. Сегодня, как я уже сказал, цель поднять новую звонку, выполнить все те задания, которые у нас есть. Недельные заданки, как я уже сказал, появятся у нас завтра. Поэтому фокусируемся на том, что у нас имеется осада, 5 аптек и джаггернаут. Начнем, я думаю, что все это дело с джаггернаута. Надо набить 160 тысяч урона. Надеемся на то, что мне удастся запикаться в катку на самом джаггере. И это будет первый полноценный видос с джаггером, который у нас есть на этом аккаунте. Потому что до этого я катал 1 или, может быть, 2 раза на джаггернауте на стриме. А так я на нем вообще, в принципе, не катал. Плюс, ко всему прочему, вот так вот у нас получилось по таймингу, что осталось 11 всего лишь минут до МПК Брута. Соответственно, под конец этого видоса, если я не забуду, а я не должен забыть, мы прокачаем также Брут на следующий шаг. И это будет у нас уже на 7 поставленный. Поэтому тоже неплохо. Все, пикаемся в бой. Надеюсь, что мы успеем все быстро выполнить. Вроде как все те моменты, которые были у меня в голове, я рассказал. Осталось только понадеяться на то, что сейчас пикнет какую-то хорошую карту. И у меня будет джаггернаут. Ну и желательно, чтобы это, конечно же, был какой-нибудь песок, где я смогу накидать, может, даже закатку. Сегодня уже у нас бои не по 15, а по 7 минут. Но меня, к сожалению, запикивает без джаггернаута. Но на довольно маленькие звания. Соответственно, может быть, здесь получится уничтожить большое количество джаггернаутов. Ой-ой-ой, начинает голд падать. Ничего себе, в самом начале катки сразу голд падает. Может быть, я его заберу? Заберу? Нет. Мне магнум прилетает. Джаггернаут вражески забирает. Походу, он эти голды и скидывал. Либо это вообще... А, нет, рандомный, наверное, да, голд? Ладно, за кристаллами десятками не поедем. Поедем за уроном. Нам нужен урон. Нам надо 160к. Если уж за один бой я не смогу выполнить, то за два боя мне кровь из носу надо выполнить эту заданку. Потому что надо еще, помимо этого, зайти в осадочку. Растягивать чересчур долго. Видос я бы не хотел. Поэтому стараемся уничтожать. Да и я бы, наверное, сказал, что... 7-минутные битвы лучше, чем 15-минутные битвы в плане выполнения заданок. Да, если уж, конечно, акцентировать внимание на... Не заданках, а на кристаллах, да, на повышенных фондах точно лучше играть на 15-минутных. И мне самому это как-то больше нравится. А вот что касаемо боев, которые у нас простые... Блин, зря я, конечно, отдал им овер. Те, которые у нас простые, без повышенных фондов, дни. Вот в эти дни я бы, конечно же, больше предпочитал бы играть на 7-минутных боях, нежели на 15-ти минутках в одном из предыдущих видосов. Я помню, что я потерял очень много времени только из-за того, что бой был очень долгий. Да, то есть, если бы он был 8-минутный, я бы не был вынужден тратить лишнее время. И, соответственно, мог бы быстрее все это дело закончить. Поэтому надеемся, что сегодня как раз-таки 7-минутные бои дадут мне эту возможность. Так, у нас начинает падать еще один золотой ящик, который мы можем забрать. Я уже говорил несколько раз, что этот аккаунт теперь является у нас супер-голдоловным. И, ну, грех не взять вот этот вот голд. Да, мы сейчас ласпика этого чуть-чуть подвинем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе, меня чуть-чуть, конечно, здесь не подвинули самого, но ладно. Золотой забрали, плюс тыщеночка. У меня на этом акке, я уже говорил, что где-то около 90, наверное, уже пойманных золотых ящиков. Я иду вообще к сотке. Хочу поймать как можно быстрее 100 голдов на этом акке. Это будет самый маленький аккаунт по званию, да, если не считать старые акки, на которых я там голдоловил. На котором мне удалось поймать соточку голдов. Это круто. Так, джаггернаута я не получил. Ну и вражеских джаггеров здесь принципиально бегать, уничтожать, наверное, тоже особо смысла никакого нету. Хотя можно было бы попробовать сводочку какую дать, посмотреть какой там урон вылетит. Потому что сейчас вот примерно по ощущениям я набил, ну, где-то, 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 где-то я думаю, что 1040-50, да. А мне надо 160, целых 160 тысяч урона. Я уже думал, что это чел залагал, а это полностью карта у нас влагнула. Так, ну и давайте накидывать 3-3 у нас счет. Катка джаггернаута у нас до скольки? До 10? Или до 7? Я уже забыл, если честно. Так, и овердрайва центр бы еще подконтролить. Хорошо, что здесь очень много васпов против играет. Это отличная возможность наносить большое количество урона. Почти с каждой ракеты, по тыщенке, по оппоненту. Я считаю, что это очень хороший результат. Но я думаю, что если я здесь дойду где-то до 700-800 очков, то, может быть, даже и сумею выполнить заданку. Ну, хотя это маленькое звание, здесь урон не такой большой. Но проверим. Заодно проверим, посмотрим. На джаггере, я думаю, что точно бы 160к набил бы. Но, видите, как джаггернаута мне не дали. Не повезло чуть-чуть в этом плане. А джаггер бы, если честно, очень бы даже пригодился мне в этом бою. Потому что тогда бы мы полноценно могли бы сразу же поднять звание. А если бы я поднял звание, то я бы сразу же купил следующие модификации. Замечательного. Страйкерочка. И плюс еще резист. Следующую прокачку. Ну, ладно. Если уже вдруг не успеем, то... Тогда, значит, звонка останется на следующий видос. Так, 2 минуты у нас до конца. 2 минуты до конца. Мы ведем 4-3. Счет, конечно, не уверенный. Но, блин, какое большое количество лагов у нас в последнее время в танках. Это ужас. Мне уже начинает потихонечку надоедать это все дело. Столько лагает. Все, точков 23 килла. До 30 киллов, я думаю, что я дотяну. Ну, и один, как минимум, овер еще мы раздадим. Там наш жиггернаут пушит. Ну, примерно по ГС, видите, в такую катку запикало. Под мой ГС. Чисто под мой ГС. Ну, это хорошо. Не часто уже такие катки в последнее время закидывают. Поэтому я сказал бы, что я рад этому моментику. Еще бы джиггернаута было бы вообще идеально. Шикарно. Шикарно. Так, джиггер не пикает особо. Наверное, у него не такое большое количество хп. Опа! Может быть... Нет, мне не дадут джиггера. Я уже думал, что мне сейчас джиггера дадут на последнюю хоть минутку. Ласпики тут очень много бомб жмут. А, ну и наши джиггеры, я так понимаю, что от этих бомб-то и улетают. Очень быстро. Так, у меня есть овердрайв. Лап, неплохо его успеть прожать. Где-то кому-то. Накинуть здесь по викингу можно. Не такой большой, конечно, урон летит. Ну ладно. Добиваем его. Накидываем по Хантеру. Раздаем овердрайв. Кидаем повышенный по Хопперу. Уничтожаем Хоппера. Кидаем по Аресу. Добавку еще по Аресу. Добавки, 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 добавки. Добавки. Я на максимальной концентрации. Хотелось бы просто узнать, сколько я могу поднять этих очков. Так, еще один килл. И еще давайте один. Это будет джиггернаут. А, мы 4-7 уже. Нифига себе, мы как бой проиграли. Мы так вели четко в этом бою. И по итогу мы его слили. Ну ладно. Ну ладно. 30 киллов дал. 30 киллов дал. Это очень хороший результат. 30 киллов дал. Ну и сейчас посмотрим, сколько очков получилось наколотить за бой. Получилось всего лишь 300 кристаллов за 1600 опыта. Ну сегодня у нас уже повышенных фондов нету. Набил 900 тысяч. Хороший результат. Хороший результат. Я вам скажу, 900 тысяч. Это значит, что в следующей катке мне точно обязательно надо уже заканчивать. И это будет тогда полноценный 15-минутный бой. Да, заканчиваем. И еще осадочку. Выполняем. И тогда забираем. Плюс 150 осколков. Плюс 150 звезд. И останется последний рывочек. Последний рывочек. Ну и может быть еще звонку успеем поднять. Но я не обещаю. Нам осталось сколько? 2500. 2500. 2500 за 2 боя. 2500. А хотя вообще по идее, по идее 2500 я могу поднять. Я могу поднять. Серьезно. 2500 это не такие большие цифры. Если мне сейчас дадут здесь закрепиться на этом мосту большом. Здесь от этого большого моста можно очень много урона накидать. Главное, чтобы Джаггер особо вражески не пикал. И тогда я смогу покидать очень хорошие плюшечки по оппоненте Кам. Дикогром хочет по мне накинуть. Но у него особо ничего пока что. Ага, еще и залагивает. Не получается. Блин, что за ерунда. Друг ты мой хороший. Ты будешь лагать или играть? Давай-ка я тебе еще накину в эту кабину. Там овер снизу можно было бы наверное подконтролить. Зачем Джаггер пытается меня толкнуть? Он объехать не может? Я понял. Хороший Джаггернаут. Как говорится. Хороший Джаггер. Хороший тиммейт. Вот это он с лодки раздает конечно направо-налево. Сразу видно уверенный чел. Сразу видно нагибает. Блин, я из-за него еще урон дополнительный получаю. Потому что по нему сводятся. Ну и что он будет делать? Друг ты мой хороший. Ну е-мое. Ну е-мое. Вот так вот и играют эти ребята. Ты ему овердрайв раздаешь. А он тебя в минус просто кидает и говорит. Ну давай, дружочек, давай. Ну и ты что, он там развернулся? Ладно, все, короче. Играем по другой тактике. Не хочу я там стоять. Чтоб меня еще и минусовали свои тиммейты. Замечательные, лучшие просто. Давайте мы лучше сыграем здесь через лево. Через лево запушим. Ладно, здесь дам овер на тиммейта, чтобы очки получить. И сейчас просто возьмем, заедем на вражеский респаун. И постараемся уже от респа покидать хорошее количество урона. Я думаю, что должно получаться. Да даже от этого подъема можно покидать. Ну ладно, я сейчас с подъема, я думаю, что уйду. Боже, что делают эти игроки? Хоппер, что-то в меня влетает. Поэтому я слил. Снизу пока стоит. Пока бы добить. Есть. И еще хорька. Хорошо. 150. Так, Жига прожила овердрайв наш. Супер просто овер, конечно, шикарный. Так, ну и опять же, разыгрываем, ладно, через низ. Разыгрываем через низ. Я хотел ехать наверх, честно вам скажу. Хотел ехать наверх, потому что здесь идеальнейшая позиция. Это верх. От которого можно и накидать урона, и подконтролить позицию, и в дальнейшем еще и раздать овердрайв. Потому что тиммейтов практически всегда рядом. Есть несколько количеств. Так, ладно, давайте еще покидаем сюда. Здесь тоже был какой-то мой тиммейт. Раздадим ему овер. Заодно, раз он тут оказался. Хорошо. Критического урончика добавили. По хоречку урончика добавили. Дикогром опять залагал. Или это вся карта залагала? Нет, скорее всего, вот этот тип лагает. И тогда он залагал. Вон, расходку он хавает по-конкретному. Богатый чел, богатый. Сразу видно, богатый. Так, а счет у нас до сих пор 0-0. Было бы неплохо под конец еще вражеского джагера слить. Упороться в него. Сейчас особо в этом необходимости нет. Там как раз просто играет. Ну, такой не особо опытный джагер. Я бы сказал. Который и не пушит. И не приятности особо не доставляет никаких мне и моей команде. Поэтому можно просто кидать урончик. Два васпа. Блин, ну шикарные катки закинуло сегодня. Что первое, что второе. Здесь очень много мяса. Очень много мяса. Которого можно играть. Ладно, прожму соло овер. Чтобы выжить. Чтобы не ехать опять в столь большое количество. Можно было, конечно, до тиммейта дотянуться. Но я уже решил. Так, есть заодно сейчас голд. Если голд поймаю, то как раз это будет не зря прожитый овердрайв. Потому что пока что это было сомнительное решение. Прожимать там овер. Так, васпик начинает по мне накидывать. Очень больно. И хп маловато остается. Но жить, 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 жить. Живем. Шикарно. И забираем. Блин. Ракета полетела не с того. Но голд забрали. Второй голд, кстати, за видос. Это очень хороший результат. 23 килла плюс. За 5 минут. Ну и опять я себе где-то около 30 кидам. Будет супер. А, ну мы уже 0-2 летим. Опять у меня. Мои замечательные тиммейтики. Дают. Хорошего контенту. Так, овер там лежит. А, нет, не лежит. Показалось. Так, ладно. У меня зато есть овер. Раздать бы его на тиммейта. Выжил бы он еще. Выжил бы. Выжил бы. Нет, не выжил. Хорошо. Откатимся назад. Вот сейчас через этого тиммейта сыграем. Если он поедет. Он поедет. Да. Но не ко мне. Он поедет, но не ко мне. Может сейчас ко мне все-таки. Блин, тут противник падает и падает. Ладно, короче, делаем так. Нет времени ехать к тиммейтам. При том, что я, может быть, даже достал до кого-то. 30 киллов. Шикарно. Одна минута есть. И мне осталось 1000 опыта до новой звонки. Это значит, что мы успеваем сегодня поднять еще и звание. Супер. 2-1 камбэчная. 2-1 камбэчная. Джаггер на вражеском респе. Там какой-то жесткий Джаггер, что ли. Зоник у него. Берг какой-то заканчивается. А. Бег какой-то. Да, я понял. Ладно. Давайте попробуем тогда. Может быть, получится. Может быть, что-то, что-то получится. Осталось только допушить его. Какой-то там хп. А, здесь четвертый воронт. Начинает сразу сводиться, помню. Первый промах. Отлично. Второй тоже промах. Третьим выстрелом он попадает. Прожимаем аптеку. Есть еще шанс. Ой, шикарно. Есть еще шанс слить. Еще и 25 секунд. Может, еще одного Джаггера успеем слить. Может, еще и выиграем катку. Если выиграем, будет вообще шикарно. Снизу Джаггернаут. И было бы неплохо его пушить. Было бы неплохо его пушить, моему тиммейту. Справа горы, слева го. Давай горы го. Нарез, братик. Давай нарез. 5 секунд. Накидайте ему. Кидайте. Хорошо, шикарно. Вообще супер. Просто супер. Бомба. Отлично. Отлично. Великолепно. И 700-ку мы еще зарабатываем. Супер. 700 очков, 700 кристаллов. Х1 свой по очкам заработал. Еще по опыту было бы Х1 хотя бы. Было бы круто. Так. Ну и осталось ластовое. Осталось ластовое. Надо поднять 400 кри. Но я надеюсь, что меня сейчас в начатую катку не закинет. И потом обломает с 390. Каким-нибудь. Надеюсь, что сейчас закинет в нормальный бой. Нулевый. И еще желательно, чтобы это была небольшая карта. Тогда будет вообще все шикарно. Шикарно. Поэтому ждем. Ждем катку. Ждем катку. Должно уже по идее находить. Так. И смотрим, что у нас там по дрону. По дрону. Если не закинул еще. Может быть успею еще с дрон. А нет. Все закинул. Но я пока про дрон помню. Пока помню. Пока вот на удивление я еще про дрон помню. А меня закидывают 2 минуты до конца. Но это без вариантов. Нет смысла такой бой играть. Потому что я полноценно свою заданку не выполню. Так. У нас есть время зайти в гараж. 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 Брут. Он докачался. Поставить не успел. Не успел. Это уже будет темной шаг. Рассказывал я друзья уже в одном из стримов свои планы. На видосе вроде как я их особо вам не говорил. Если я не ошибаюсь. На хэллоуин планируется хорошая прокачка брута. Если все будет хорошо. Если будут оставаться лишние кристаллы. То мы такую вместе с вами прокачечку красивую оформим. Но для этого надо еще копить и копить. Потому что пока что у нас довольно мало еще кристаллов. Довольно мало. На аккаунте. Точка в очень хорошем месте. И от этой точки я бы наверное сказал. Что я могу выиграть очень большое количество очков. Что можно покидать даже урон через верх. Через вот эту вот трубу. Если чуть раскачки давать. То это все дело будет залетать. И здесь сплэш урон хороший. Осада вообще шикарная. Но главное чтобы меня сейчас команда хотя бы поддерживала. Потому что если они не будут поддерживать. То я не успею сейчас доехать до следующей точки. И противник заберет ее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет я не успеваю до захвата. Очень плохо. Очень плохо. Но что поделаешь. Жмем ДД. Жмем Овердрайв. Накидываем пару хороших выстрелов. И точка открывается справа от меня. Бран надеюсь что сейчас мои тиммейты соберутся. Ну потому что если моя команда будет вот так вот обращаться с нашими точками. То ничего хорошего из этого не выйдет. И скорее всего мы эту каточку не потянем. А если мы ее не потянем. Еще есть шанс что мне понадобится играть еще один бой. Я очень сильно не хотел бы играть еще один бой. Поэтому стараемся выиграть эту катку. И все дело забрать по максимуму. Остается 250 опыта. 250 опыта до лейтенанта. Вот так вот мы уже вместе с вами преодолеем рубеж воррент офицеров. Так где точка? Вверх-низ. 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 Низ-верх. А это где? Это центр. Шикарно. Сверху здесь тоже где-то вроде были точки. Я уже не помню. Если честно. Но где-то они были. Так тиммейт. Хоть один подъедет. Я ему овер раздам если подъедет. Хоть один тиммейт. А что противник сдулся? Смотрите. Они так ехали на первую точку. Резво все. А теперь все. Подсдулись походу. Походу нам шансы дают на победочку. Шикарно. О, мамонт. Мамонт, братанчик. Давай. Овердрайву тебе дам. И через верх. Ой, хорошо. Шикарно. И точку захватили. Знаешь, чтобы хантер прожил овер. Шикарно. Молодец. Просто хантер. Браво. Красава. 4 минуты до конца. Было бы неплохо захватить еще одну. Если мы еще одну захватываем, то это 100% победа, я думаю. Я думаю, что это 100% победа. 60% овердрайва еще сохранилось. Супер. После захвата точки. Пробуем забирать эту. Это, кстати, самая удачная точка. Для оппонента. Они ее лучше всего контролировали. Ну, посмотрим. Сейчас уже что-то изменилось. Как-то они вот с самого начала так резво ехали и ехали. И все. И подсдулись, ребята. Не знаю, что с ними случилось. Ну, что-то, что-то. Что-то произошло. С пацанятами. Хотели так нагибать, нагибать. И все. И уже она нагибались. Походу. Ой, походу я сглазил. Походу я сглазил. Ой, суета, суета. Давай, 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 давай. Хорош. Хорош, хорош. Двоих забрал. Но один там все-таки держишь точку. Ладно. Давай, давай, давай. О, и званочка сразу. Младший лейтенантик. Молодые люди. Поздравляем. 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 Наконец-то. Таким мы достигли этой званочки. Так. Ну и да. Это, походу, самая удачная точка для оппонента. Они ее лучше всего контролируют. А мы ее вообще не контролируем. Походу, это одна из точек, о которой знает вообще противник. О других точках он, походу, и не знает, что есть они. Ну ладно, хорошо. Прожмем овер. Пеним урона. Туда. Чтобы жизнь малиной не казалась. Покидаем чуть-чуть. Пойдем захватывать нашу. Это уже наша точка, так сказать. Здесь никто даже и не знает, когда ехать до сюда. Я сразу стою вот на такую шикарнейшую позицию. Накидываю по Хантеру. Говорю, Хантер, давай пока. У него есть овердайв, он думает, что он его прожмет. Но он, конечно же, не успеет этого сделать. Так, теперь мы даем просто такую. Ну, такую легенькую накидку. Чтобы они знали, что я здесь есть. Чтобы я чувствую, ну, как бы чувствовали, что там есть строкерочек с дистанционочкой, который очень хочет накидывать большое количество урон. Оп, еще добавили. И еще, по-моему, тут туда. Ой, шикарно, тысяча. Залетел. Надеюсь, центр. Шикарно, центр. Наши тиммейты есть. Нет, наших тиммейтов нету. Но нам надо брать. Нам надо точно брать. И заканчивать эту катку в нашу пользу. Если мы ее забираем, то это наша победа. Сто процентная. Тесла накидывает шар. Хоречек едет. Не понимаю, куда едет хорек. Тесла куда-то делась? Тесла там через низ играет, что ли? Не знаю. Ладно. Ай, хотел сказать, забираем. И меня сразу уничтожает. Но, в принципе, в осаде это дефолт. Что я сливаюсь. Мои тиммейты забирают. Но, походу, сейчас кто-то не заберет. И если не заберет, то это будет очень плохо. Нет, забирает. Молодцы. Супер тиммейты. Лучшие просто. Вас на захвате отработал. Ну, сейчас будет, как всегда, левая походу, да? А левая, которую мы проигрываем? Нет, не левая. Правая. Шикарно. Правая, которую мы выигрываем. Пантер, только без овера. Плиз. Ясно, понял. Не получилось без овера. Но у меня 90%. Противник захватывает мою точку. Это очень плохо. Это очень плохо. Ладно, тиммейт контролирует. Хоть сколько-то времени придержал. Это уже успех. Может, сейчас еще кто-то подъедет. Подсаппортит. Если кто-то подсаппортит, будет шикарно. Оп. Хорош. Красавчик. И добавил еще урона. Шикарно. Вообще идеально. Просто разыгровка идеальная. Еще тиммейту раздал овер. 28 секунд. У нас есть шанс захватить еще эту точку. Все успеем еще захватить. Будет очень шикарно. С дыханием дракона. Дифига себе, молот играет. Жесткий. 3 300 у него. Блин, он там очень нормальный эгайский против. Но, как вы видите, диктатора, страйкера все равно показывает себя куда-куда сильнее и куда-куда лучше. Звание есть. Катка победная есть. И 400 кристаллов за бой. Надеюсь, что тоже есть. Да, целых 628. Три катки по 600. Забираем приз. У нас пока что 280 тысяч кристаллов. Но мы сейчас это количество кристаллов, во-первых, увеличим. Делаем вот так вот. Прибавляем. Сколько контейнеров я прибавил? Опа. Четверочка. Пятерочка. Еще один можно будет забрать. Здесь. Вечерочка. Зайду спецом заберу. Так. Плюс. Зазвание. Зазвание. 6 600. Сюда до 290 тысяч у нас есть. Но сейчас мы быстренько это количество кристаллов под уменьшим. Потому что мы приобретаем. Во-первых. Сразу. Страйкер. МК-4. 40 тысяч кристаллов. Сюда улетает. И сразу же покупаем защиту от страйкера на 20. Шикарно. Бах. Еще 30 тысяч улетает. Итого. Минус. Чуть-чуть кристаллов. Чуть-чуть. Всего лишь. 70-очка улетела. Но ничего страшного. Это очень хорошо. И на следующей звонке у нас, если я не ошибаюсь, открывается диктатор. Диктатор МК-4. Поэтому летим до лейтенанта. Такие вот бои получились. Джаггернаут, к сожалению, не получился такой, который я бы хотел бы видеть. Но прокачка нового вооружения имеется. А завтра уже у нас вместе с вами открываются недельные контейнеры. И уж там-то я точно зафармлю. Открою конты. И буду надеяться на то, что мы получим какой-то супер бомбический дроп. Как-то так, друзья. Не забывайте, каждые 10 лайков. Это один контейнер. Поэтому поддерживаем видос лайком. Подписываемся на канал, если еще вдруг не подписаны. Также нажимаем на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну, а с вами был бестер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.